Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. Всё верно, друзья, в студии Лиза Калинина. И у меня сегодня гость, кандидат медицинских наук, кардиолог, доцент Сеченского университета Антон Родионов. Антон, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Мы сегодня будем проводить такой ликбез. Мы хотим быть здоровыми. Будем говорить о том, как предупредить болезни сердца. И вопрос первый у меня такой, Антон, к вам. Вот смотрите, всё-таки у нас большинство нашей аудитории, несмотря на то, что у нас название Страна.ФМ, всё равно люди в основном работают, живут в Москве, в Петербурге. Вот влияет ли жизнь в мегаполисе на твоё здоровье сердечное? Ну то есть отличается ли жизнь? Понятно, что она отличается, но вот на здоровье как это влияет, мне интересно. Отличается очень сильно. Мне довелось в период с 2009 по 2011 поработать в регионах Крайнего Севера. И я был поражён. То есть я теоретически понимал, что если в среднем продолжительность жизни мужчин на тот момент была где-то 61 год, но я понимал, что люди в Москве, они доживают до 70, до 80 лет. И знания, простые, примитивные знания статистики говорили о том, что если в мегаполисе люди доживают до почтенного возраста, значит, кто-то должен умирать в 45-50 лет. Люди в крупных городах живут дольше. Да, в крупном городе жить лучше, потому что всё-таки это люди более образованные, а риск, как ни странно, сердечно-сосудистых заболеваний напрямую связан с уровнем образования. Люди, которые меньше курят, люди, которые меньше пьют, люди, которые больше следят за своим здоровьем, люди более образованные, это люди, которые живут дольше. И наоборот, к сожалению, в регионах прежде всего из-за колоссальной распространенности таких традиционных факторов риска, как алкоголь и курение, люди живут гораздо меньше. Поэтому в мегаполисе жить лучше. Я не ожидала такого ответа, потому что я уже предвкушала следующие вопросы. Стресс, суета, плохая экология, а вот тебе как? То есть на сердце это не влияет особо? Да, к сожалению, стресс действительно на сердце влияет. И среди наших традиционных факторов риска, мы, наверное, сегодня будем об этом говорить, конечно, вспомним про давление, про холестерин, про диабет, про ожирение, никуда от этого не деться, про курение. Но есть один доказанный, значимый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, который называется стресс. И здесь вы совершенно правы, что, конечно, жители крупных городов, они, наверное, несколько больше подвержены стрессу. Хотя кто же не знает. Да, ну, мы все сейчас последние, особенно последние годы, подвержены стрессу, потому что лавина информации, бум социальных сетей, работа, надо работать постоянно, надо все время быть на связи, мобильные телефоны, прессинг отовсюду. Количество отрицательной информации, оно зашкаливает. Это очень значимый фактор риска, но, увы, мы мало что можем с ним сделать. Я недавно, буквально сейчас возвращался из отпуска, летел в самолете, там, 4 часа из Сибири, кстати, отдыхал в Сибири, но летел с нашим русским, нашим человеком, который живет, работает в Германии. И мы с ним, как говорится, сцепились языками, стали обсуждать в том числе нашу работу, а он тоже там работает близко к медицине. Он говорит, что у нас в Германии работать очень легко и очень комфортно. Никто никого не прессует, никто на работе никого не кричит. Он говорит, у меня был проект, там, судьба проекта, 10 миллионов евро. Я, говорит, очень волновался, он говорит, ну, что ты так волнуешься? Ну, не получится, ну, ничего страшного, получится в другой раз. Другое отношение совсем. Да, ну, не стоит этот проект, там, твоего здоровья, твоей жизни. Представляете, что у нас было бы, если бы на ком-то из нас висел бы такой проект. Такой проект, конечно. Да, то есть уровень стресса, конечно, гораздо меньше. Друзья, вы можете задавать свои вопросы нашему специалисту, группу ВКонтакте, страна FM, WhatsApp, Viber, 909-928-189, и 9. Мы сегодня говорим о профилактике болезни сердца, как себе самому помочь, потому что главное нам как-то получить вот эти знания, чтобы ими пользоваться уметь, не только чтобы специалист нас лечил. Так что, друзья, задавайте вопросы, музыкальная пауза небольшая, и вернемся обратно. Продолжаем программу наук и технологий. Друзья, у нас в гостях сегодня кандидат медицинских наук, кардиолог Антон Родионов. Мы говорим о профилактике болезни сердца. Антон, вопрос такой. Вот что мы, пациенты ваши, должны делать в первую очередь, чтобы не болеть, либо когда выздоровели, поддерживать свое здоровье? Вот в чем ответственность самого пациента? То есть что он должен делать по пунктам прямо? У меня несколько лет назад вышла книжка для пациентов, которая называется «Как прожить без инфаркта и инсульта». Я для этой книжки нарисовал такую картинку, и она мне аж самому очень понравилась. Вот я с тех пор ее всегда рисую, и на лекциях даже врачам, когда читаю лекции, ее рисую. Я представил себе сердечно-сосудистое заболевание, то есть болезнь, главным образом ишемическая болезнь, сердце, стенокардия, инфаркт в виде домика. Вот болезнь, она тоже хочет жить, вот она хочет жить в домике, а любой домик, он стоит на фундаменте. А фундамент – это то, что мы не видим. Мы же не знаем с вами, мы с вами находимся в здании, мы не знаем, насколько там большой фундамент, хороший, надежный, он выдержит, не выдержит. Так вот блоки фундамента этого, блоки фундамента сердечно-сосудистого заболевания, это так называемые факторы риска. То есть это факторы, повышающие вероятность развития сердечно-сосудистой болезни и ее осложнений. Проблема в том, что эти факторы, они не имеют симптомов, они не имеют клинических проявлений. Это повышение давления. Давление не имеет симптомов. Гипертония, вопреки распространенному мнению, симптомов не имеет. Это повышение уровня холестерина. Это курение, это три кита, это самые важные три кита. Дальше, есть еще чуть менее значительные, но тем не менее важные факторы. Это избыточный вес, ожирение и примкнувшее к нему малоподвижный образ жизни. Это наследственность, с которой мы, к сожалению, ничего сделать не можем. Это сахарный диабет, и это то, о чем мы говорили, это психоэмоциональный стресс, это нервное напряжение. То есть задача человека знать, что есть такие факторы риска, и своевременно их выявлять, иногда при помощи нас. Ну понятно. Иногда самостоятельно. Измерение давления, это не бином Ньютона. Сходить в лабораторию, сдать анализ на холестерин, ничего в этом сложного нет. Но что касается курения, веса, расчета индекса массы тела, то это тоже каждый может сделать самостоятельно. Поэтому если человеку 30-35 лет, и он уже начинает задуматься, а как бы мне не помереть 50 лет от инфаркта миокарда, так значит, вот посмотрите, что из этих факторов у вас есть. Давление когда последний раз мерили? Если давление 140 на 90 и выше, это повод уже для обращения к врачу. Если холестерин 5, там, единица измерения, миллимоль на литр и выше, это уже повод для обращения к врачу. Не всегда это повод для начала лечения немедленного, нет-нет. Но во всяком случае это повод для того, чтобы поговорить со специалистом и разработать какую-то стратегию для уменьшения вероятности, уменьшения значимости этих факторов риска. Курение – вещь совершенно недопустимая. В цивилизованном обществе. То есть курящий человек убивает себя сложно. И пассивный курильщик, кстати. И пассивный курильщик, да. Почему? Вот я очень хорошо отношусь и поддерживаю на одной из немногих вещей, то, что творится, то, что делает наша партия и правительство. Но вот этот вот комплекс антитабачных мер – это замечательно. То, что он у нас очень жестокий, это прекрасно. И это направлено в том числе на профилактику пассивного курения. Потому что риск сердечно-сосудистый от пассивного курения, вот представьте себе, скажем, официант, как раньше было. Все дымят, и тут официант работает целый день. Хотя сам не курит, возможно. Да, хотя сам не курит. Так вот, у него риск сердечно-сосудистый, он такой же, как у человека, который курит 5-10 сигарет в день. Друзья, у нас сейчас рекламная пауза. Мы продолжим. Задавайте свои вопросы. Группа ВКонтакте «Страна-ФМ» 909-928-189-9. Ватсап, вайбер, смс. Кардиолог Антон Родионов в студии «Страна-ФМ». Дорогие друзья, мы продолжаем. Наука и технология в эфире. У нас в гостях сегодня кандидат медицинских наук, кардиолог, доцент Сеченского университета Антон Родионов. Мы продолжаем говорить о профилактике сердечных заболеваний. Говорили о том, что нужно следить за своим давлением. Здесь хочется тоже обратить ваше внимание, что если вам назначили препараты, вы мне поправляете, Антон, всё я правильно говорю, как врач, то вы должны их принимать в системе, а не курсом. Совершенно верно. Причём это касается не только повышения артериального давления, но и практически большинства хронических заболеваний. Дело в том, что фактор риска его устранять курсами невозможно. Вообще курсовая профилактика – это довольно бессмысленная вещь. Это всё равно, что курсом чистить зубы. Поэтому когда мне пациент говорит, доктор, «Знаете, я не хочу постоянно принимать лекарства, чтобы у меня не было привыкания к таблеткам, от давления, от холестерина, от сахара». Я говорю, «Хорошо, только тогда, пожалуйста, вы зубы тоже чистите курсом, чтобы у вас не было привыкания к зубной щётке, к зубной пасте, чтобы эмаль отдыхала». Человек начинает смеяться. Я говорю, «А что вы смеётесь?» Логика точно такая же. Потому что чистка зубов – это профилактика кариеса. Так вот, лечение артериальной гипертензии, снижение давления, когда это нужно, это профилактика инсульта прежде всего, профилактику курсом невозможно проводить. Вообще, в кардиологии курсового лечения за редчайшим исключением не существует. Это бессмыслица. Если какой-то препарат назначается курсом, там, кроме клопидогрелла после инфаркта миокарда, там, на год назначается, то, скорее всего, что это неоправданное назначение. Нет курсового лечения. Нет курсового лечения. Просто это часто такая история, что люди не хотят принимать таблетки в системе. Конечно, да. Хотят лежать в больнице, хотят капать капельницы, капельницы прочищать сосуды, промывать их и так далее. Смотрите, у нас вопросов много достаточно от мам. Вот спрашивают какие-то профессиональные вопросы, но вообще, в целом, такая история. Как с детства следить за сердцем ребенка? Вот что нужно, какие меры предпринимать, чтобы тоже все было в порядке? И с какого возраста этим нужно заниматься? А, здесь я боюсь, что важно не перестараться, потому что иногда приходят на прием очень тревожные мамы с детьми, которые пытаются ребенка посадить под колпак и всячески у него выявлять какие-то ранние изменения, и это тоже нехорошо. Когда делают кардиограмму, находят на ней какие-то не очень значительные изменения, особенности, варианты нормы, и кто-то за это цепляется, кто-то начинает лечить их совершенно ненужными препаратами, там, пустышками, и формируется какое-то ощущение, что ребенок неизлечимо больной. Мы много раз, особенно в свете последних событий, истории с внезапными смертями на уроках физкультуры, тоже было несколько эфиров посвященных этой проблеме, какие признаки должны насторожить? Вот когда нужно ребенку... Бить ревогу. Да, ребенку обращаться, ну, родителям с ребенком обращаться действительно к кардиологу. Первое – это необъяснимые потери сознания обмороки, ощущение каких-то нарушений ритма. И внезапные смерти или ранние смерти в семье. Вот семейная история, как врачи говорят, семейный анамнез – вот это очень важный штрих к портрету. Чаще всего всё-таки какие-то изменения, там даже экстрасистолы, небольшие блокады, выявляемые на кардиограмме, они достаточно доброкачественные и не требуют лечения. Особо... Поэтому, да, здесь важно обращать внимание вот на такие основные вещи – обмороки, потери сознания. И, кстати, обмороки часто бывают доброкачественные, но всё равно это требует консультации врачом. Нужно за этим следить. Да, и семейная история. Понятно. Паника лишняя не нужна. Паника лишняя не нужна. Это невротизирует и ребёнка, и родителя. И вновь появляется стресс, о котором мы говорили. Да, и потом вот ребёнок уже растёт в детстве с ощущением, что у него есть там какая-то неизлечимая болезнь сердца, что ему нужно всё время пить таблетки. Они очень удивляются, когда мы говорим, не надо ничего пить, у вас всё хорошо, всё живите спокойно. Неожиданная рекомендация просто отрача. Занимайтесь физкультурой. Нам надо переварить, друзья. Рекламная пауза. Скоро вернёмся. Будьте с нами. Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ Кардиолог Антон Родионов в студии у Страны.ФМ. Антон, такой вопрос. Вы сказали, что должна быть физическая нагрузка. Мы говорим, я напоминаю нашу тему, профилактика сердечных заболеваний. Физическая нагрузка от специалиста, какая она должна быть? То есть что является нормой? Потому что профессиональный спорт, это не всегда про здоровье мы это знаем. Профессиональный спорт, это совсем не про здоровье, это скорее про болезнь. Я даже одно время сотрудничал с Институтом спортивной медицины. Вот мы искали там ту грань. Баланс такой, да? Да, когда вот это вот увеличение сердца, компенсаторную спортсмена, когда оно становится опасным. Спорт, особенно силовой спорт, спорт высоких достижений, спорт, ну если это не шахматы, сопряжённые с высокой физической активностью, это с точки зрения кардиологии, это всегда плохо, потому что это приводит к нефизиологической повышенной нагрузке на сердце и, соответственно, развитию всяческих проблем. Физкультура хорошо, недаром. Существительная культура, прилагательная физическая. Физическая культура, культура тела, динамические, так называемые, аэробные физические нагрузки, то есть мышечная радость. В зависимости от возраста, от переносимости нагрузки. Кому-то ходьба, кому-то неспешный бег, не на изнурение. Не надо всем марафоны бегать, сейчас это очень популярно. Да, очень популярно. Да, все вчера на диване сидел, сегодня приходят, дай мне справку, я хочу завтра бежать в марафон. Пять километров. Пять, сорок два километра, а то и больше. Сейчас зима скоро будет, ой, кошмар, зима скоро будет. Коньки, лыжи, пока еще можно на роликах кататься, плавание в любое время года. Вот что называется кардионагрузкой такой? Знаете, самое простое, вот то, что доставляет удовольствие, мышечная радость. Мне очень странно, когда молодые люди начинают считать пульс. Говорят, Антон Андреевич, а какой должен быть пульс? А вот до какого пульса можно? Ребята, вы молодые здоровые люди, да хорош вам пульс-то считать. Пульс считать и давление не мерить. Если вы хорошо себя чувствуете, так и занимайтесь, если вы здоровый человек, занимайтесь спокойно. Занимайтесь, чтобы это доставляло удовольствие. Силовая нагрузка, это плохо. Для сердца? Да. Работа на тренажерах, железо тягать. Это плохо. Это анаэробная физическая нагрузка, там уже биохимические механизмы вовлекаются другие. Вот вы сейчас разрушили просто мечту культуристов, понимаете, которые по пять раз в день... Нет, культуризм, культуризм это совершенно не полезно. Особенно профессиональный культуризм, это обязательно анаболический стероид, это какая-то химия, так это для сердца и для почек, это просто чудовищно. Вот, правда, культуристам им это все равно. Я обычно вспоминаю про импотенцию, про эректильную дисфункцию, что вот эти вот анаболики, они могут провоцировать еще и эректильную дисфункцию у мужчин. Понятно. А женщины, когда качаются, тоже. Так что силовые нагрузки... Силовые нагрузки это не для нас. Не надо так популяризировать, так как сейчас это модно. Вновь приходят вопросы про детей. Какая физнагрузка должна быть у ребенка, пятый класс, устает на физкультуре, написала нам Мария. Ну вот так как-то скомканно. Любая нагрузка, все, что человек, ребенок в возрасте, сколько там, пятый класс, у меня давно уже это все было, они должны прыгать постоянно, как это устоят на физкультуре. Может быть, лишний вес, мы же не знаем. Может быть, да. Кстати, одна из причин, очень здорово вспомнили. И один из факторов раннего повышения давления, ранней гипертонии, я с этим часто сталкиваюсь, потому что гипертония это мой такой профиль, практически научный, и молодые подростки, молодые люди, дети иногда их приводят с повышением давления, основная причина это ожирение. Вот, поэтому надо разбираться, опять же, почему ребенок плохо переносит физическую нагрузку. Может быть, если это девочка, например, может быть, у нее анемия, снижение гемоглобина, и она просто задыхается из-за того, что у нее гемоглобин, низкий, аль дефицит железа. Вот еще тоже интересен ваш комментарий. Антон, скажите, пожалуйста, сейчас есть такой бум, когда популярны различные добавки пищевые, какие-то витамины. Многие говорят, что там нужно для сердца и так далее. Вот как вы относитесь к этому, к различным биологическим добавкам или витаминам, которые сейчас рекламируют? Существует классическая такая фраза, что витамины обогащают карман фармацевта и мочу пациента. Этими самыми витаминами. Витамины, поливитаминные комплексы, БАДы, как правило, в 99% случаев это бессмысленная, бестолковая трата денег. Есть ситуации, когда действительно пациенту витамины назначают как лекарственные препараты. Скажем, там, витамин В6 или В12 назначают при особых видах анемии. Витамин В1 назначают при тяжелом поражении нервной системы. Витамин Д назначают детям для профилактики рахита, а пожилым людям для профилактики остеопороза и так далее. Но это особые ситуации, причем в высоких дозах эти препараты токсичны. Просто так всем подряд принимать витамины не нужно. Это бесполезно. А иногда это может быть даже и вредно. БАДы, ни один приличный врач БАДы не назначит. Потому что все то, что прошло клинические исследования, оно уже давным-давно зарегистрировано как лекарственные препараты. Все остальное, что продается, как пищевые добавки, вот эти сапплменты, это бессмысленно. Это пустая трата денег. Эти препараты неэффективны. И заметьте, это полбеды. Они далеко не всегда безопасны. Ну, например, мы сегодня уже несколько раз касались проблемы ожирения. БАДы для снижения веса. Да, друзья мои, вы подумайте. Вот вес – это некий баланс между тем, сколько калорий мы потребляем и сколько мы их сжигаем. Сжигатели жира, вы представляете, какая это должна быть ядовитая молекула и как она должна влиять на обмен веществ, чтобы увеличить распад жировой ткани. Это будет штука невероятно токсичная. То есть, либо туда иногда добавляют гормоны щитовидной железы, вызывая искусственный такой псевдогиперфункцию щитовидной железы. Иногда туда неявным образом добавляют препараты, которые используют в медицине для снижения веса. То есть, это очень опасные штуки. Иногда мы видим, особенно какие-то китайские БАДы, непонятный прямой вред. А хватает, вот, допустим, мы живем в Москве, берем такого пациента, хватает ли нам того рациона, который человек, который имеет каждый день, с учетом нашего климата, с учетом тех продуктов, которые нам привозят? То есть, нам никакие дополнительные источники витаминов, питательных веществ не нужны? Мой отец покойный, к сожалению, он был японист, и когда-то в 80-х годах это рассказывалось в семье как анекдот, когда японцы спрашивают, скажите, а когда у вас появляется клубника? Японец отвечает, ну, в 8 утра. И в советские времена это было невероятно смешно. Сейчас у каждого из нас любые овощи и фрукты действительно доступны практически в 8 утра, а если в Москве, то и круглосуточно. Хватает вполне. Не надо рассказывать про то, что, ах, какие у нас овощи, какие фрукты, да где они там выращиваются, нормально всё выращивается. Даже того, что есть в тех овощах и фруктах, которые есть на рынках, в магазинах, круглогодично, всего этого более чем достаточно для того, чтобы получать необходимую дозу витаминов. Всё остальное – это рекламные уловки продавцов витаминов и биодобавок. Так, то есть, у нас тема профилактика сердечных заболеваний. Мы следим за весом, следим за давлением, но стараемся избежать стресса. По холестеринам, да, сдаём анализы. Да, следим за холестерином. С холестерином, пожалуй, сложнее всего, потому что нет какого-то одного уровня холестерина, вот выше которого там нужно принимать лекарства. Но, тем не менее, холестерин – это один из достаточно значимых факторов риска, который в присутствии других играет важную роль в развитии атеросклероза. Мне просто интересно. Вот вы, как специалист, можете нам примерно порекомендовать, какой должен быть рацион дня питательный, рацион питания, да, простите, у человека. Вот что мы должны там включать хотя бы, ну, шаблонно, так скажем, потом уже что-то дополнять. Большинство из нас есть компьютеры. Для того, чтобы сейчас долго не рассказывать, введите потом после эфира словосочетание «средиземноморская диета». И мы с вами получим примерный рацион, который можно считать здоровым. То есть что туда входит? Значит, овощи и фрукты практически в неограниченном количестве. Чуть меньше мяса, чем мы привыкли, чуть больше рыбы. Углеводы. Там злаки. Ну, да, злаки – это не так плохо с точки зрения сердечно-сосудистой системы, но, к сожалению, избыток хлеба, избыток углеводов в нашем рационе, опять же, связан с проблемой ожирения. Я, например, пациентам говорю, особенно пациентам с склонностью к полноте, что хлеб людям, живущим в 21 веке, практически не нужен. Потому что мы не двигаемся столько, чтобы этот хлеб расщеплять. Одна моя коллега замечательная, она работает в Институте профилактической медицины, и у неё была диссертация, связанная с сердечно-сосудистым здоровьем врачей. Эти врачи тоже болеют. И она ездила по разным городам, от Калининграда до Владивостока, то, как и изучала здоровье врачей. И они обнаружили, что у врачей во Владивостоке гораздо ниже, достоверно ниже холестерин, чем у их коллег в Санкт-Петербурге, в Москве, в Екатеринбурге. И она их спрашивает, а как вы питаетесь? Они говорят, ну как обычно. Они говорят, ну сколько раз вы едите в неделю рыбу? Они говорят, ну как, ну едим, ну как все? Говорят, ну сколько раз? Ну, вот раз пять в неделю. Вот жители мегаполисов наших Москвы и Петербурга. Можем мы похвастаться тем, что мы едим рыбу пять раз в неделю? Думаю, что нет. Вот это основное. Понятно. Все, БАДы исключаем. Это мы продолжаем список. Физическая нагрузка у нас 45 минут в день минимум. Физическая активность, да. Активность. Причем физическая активность – это и ходьба в том числе. Приходят часто на консультацию такие типичные офисные работники. И начинается вот эта вот нудьба про образ жизни. Я говорю, ну, уважаемые мои пациенты, вы сколько двигаетесь? Ну, я, да. Ну, откажитесь хотя бы на время от машины. Начинайте ходить. Загляните в свой телефон, в свой смартфон. У вас сколько шагов за день вы делаете? Ну, вот это знаменитое правило про 10 тысяч шагов. 10 тысяч, да. Вот я не могу сказать, ну, у меня очень активный образ жизни, но я не могу сказать, что я специально занимаюсь какой-то физической активностью. Но у меня в течение года, это не считая походы, довольно сложные физически напряженные походы, горные, байдарышные, где я, естественно, телефон отключаю. В обычной жизни у меня среднее количество шагов в день 11-13 тысяч. И это ваша норма? Да, и это моя обычная физическая активность. Это просто вот работа, перемещение по городу. Так что берите пример, молодые люди. Скажите, вот еще такой вопрос. Нужно ли часто ходить на проверку к кардиологу? То есть у нас все специалисты разных профессий говорят, вот да, там раз в год. Вы же другого мнения придерживаетесь, правильно? Нет, нет, но кардиолог – это врач-специалист. Да, мы говорим про профилактику сейчас. Это не врач профилактической медицины. Кардиолог, в общем, не должен заниматься профилактикой. Для профилактических действий, для, как у нас сейчас принято говорить, диспансеризации, есть врачи-терапевты, есть врачи общей практики. Потому что то, о чем мы говорим, вещи достаточно простые. Они доступны, более того, вообще во многих странах этим занимаются даже медицинские сестры. Это институт НЕРС, медицинская сестра, которая должна это все тянуть на своих хрупких плечах. Поэтому нет, кардиолог нужен для лечения уже каких-то серьезных, тяжелых, сердечно-сосудистых заболеваний, с которыми не справляются терапевты и врачи общей практики. А вопросами профилактики все-таки должно заниматься не специализированное, а первичное звено. Друзья, у нас вновь небольшая пауза сейчас. Я напомню, наши контакты 909-928-189, есть еще время, задавайте нашему гостю свои вопросы. Напомню, в гостях у нас сегодня кандидат медицинских наук, кардиолог Антон Родионов. И группу ВКонтакте тоже пишите туда в комментариях. Скоро вернемся. Мы желаем вам удачи, друзья, чтобы вы следили за своим здоровьем. Напоминаю, наша программа наука и технологии продолжается. В гостях у нас сегодня кандидат медицинских наук, кардиолог, доцент Сеченского университета Антон Родионов. Мы говорим сегодня о профилактике болезней сердца. Вы ввели основные факторы, когда мы себе можем помочь сами, когда нужно обращаться к специалисту. Финальный у нас сейчас такой выход. Вот скажите, пожалуйста, Антон, вообще болезни сердца сейчас молодеют? Или это миф, который муссируется в прессе, и как было, так и есть? Болезни сердца действительно немножко молодеют. И, с одной стороны, это неизбежно связано с тем самым фактором, с которым мы начали обсуждение со стрессом. Потому что, да, уровень стресса за последние 10-15 лет, он, конечно, вырос в разы. И его очень сложно посчитать, и на него очень сложно повлиять. Подождите, если на этом остановиться. То есть что, человек должен чаще посещать психолога, если он сам не справляется? Ну, как вот этот, если этот фактор есть, его же как-то надо брать на вооружение? Психологов-то на всех не напасёшься. И, наверное, посещение психолога, оно не гарантирует отсутствие стресса. Ну, понятно. У меня нет универсального ответа. Знаете, вот приходит, вот недавно у меня есть пациентка, замечательная, очаровательная молодая девушка. И вот она приходит и говорит, Антон Владимирович, вот у меня образ жизни. Там я работаю, я преподаю, я работаю с 8 утра до 11 вечера. У меня нет отгулов, у меня нет выходных. Там у меня одно, другое, я почти не сплю. А вот как мне быть? Перегрузка такая. У меня нет ответа на этот вопрос. Ну, что ей сказать? Банальности всех денег не заработаешь? Здесь каждый решает для себя сам. Надо понять приоритеты, но надо понять, что здоровье не резиновое. Если мы сами себе не создадим какую-то психологически комфортную среду, не ограничим себя в работе, в общении, в социальных сетях, то ничего не получится. Я недавно прочитал новость, что в Англии нарастает популярность обычных кнопочных телефонов. Со смартфонов люди переходят на кнопочные телефоны. Чтобы не проверять соцсети. Да, оградить себя от этого информационного поля. Увы, универсальной рекомендации нет. А с другой стороны, если вернуться к вопросу, почему молодеют сердечно-сосудистые заболевания, потому что мы научились их раньше выявлять и лучше их диагностировать. Это неизбежно. Скажем, я помню, уже лет 15 назад, это можно посмотреть на мировой статистике, резко возросло число инфарктов миокарда. Но это их возросло не потому, что люди, они возросли не потому, что чаще стали люди болеть инфарктом, а потому что появился новый анализ крови на тот момент, который достоверно позволял выявить вот это повреждение миокарда. Ну и ожирение, о котором мы говорили, да? Ожирение, конечно, да. Часто болезнь молодая тоже. Совершенно верно, да. То есть вот эти вот, пожалуй, действительно два фактора, они стали чаще встречаться. Ну, понятно. То есть всё, что мы сегодня говорили, профилактика, это только то, что может делать сам пациент. Никакой врач себе не поможет, если ты не выполняешь рекомендации. Здесь важно понять, что сердечно-сосудистые заболевания, они зачастую предотвратимы. То есть каждый, как минимум, каждый второй инфаркт миокарда, каждый второй инсульт можно предотвратить. Но для этого каждый человек, начиная с молодого возраста, с 20, 25, 30 лет, должен понимать те факторы, что лежит в основе, те факторы риска, которые лежат в основе сердечно-сосудистого заболевания, и всю жизнь на них обращать внимание. Потому что когда приходит уже пациент с тяжёлым заболеванием, там, в 50-60 лет, то мы уже говорим не о профилактике, мы уже говорим о лечении. И, друзья, курение, алкоголь, мы даже как-то не брали это сегодня за тему разговора, но это, само собой, разумеющееся. Вот Антон об этом так сказал строго один раз, что курение – ужас, вред сердцу. Я могу ещё раз сказать, что курение – это ужас, ужас, ужас. Это абсолютный патоген. То есть нет ни одного соображения, которым можно было бы оправдать курение. Друзья мои, те, кто курит, вы, к сожалению, сокращаете себе жизнь. И качество жизни. И увы, курение – это зависимость. Мы можем вам помогать. Сейчас есть лекарственные препараты, которые облегчают отказ от курения. Но, как любая зависимость, здесь прежде всего человек должен признать проблему, и второй – он должен обратиться за решением этой проблемы. Бросить курить вопреки желанию пациента я за него не смогу. Вот вы сказали зависимость, а ещё такой наркотик сейчас популярный, как сахар. Это правда тоже очень влияет на наше сердце? Так ли это? Сахар. Наркотик ли это? Нет, сахар – это не наркотик, конечно. Просто сахар, избыток углеводов, он очень сильно влияет на набор веса. Сахар. Ведь не от сахара развивается, скажем, сахарный диабет. Нет, это миф. Сахарный диабет, он связан не с тем, сколько мы ложек сахара кладём в чай, или сколько мы выпиваем сладких углеводных напитков, а с тем, какой у нас вес, есть ли у нас ожирение. Другое дело, что, конечно, есть люди, которые, скажем так, заедают депрессию. Вот это очень плохой такой паттерн, когда плохо, да, дай-ка я сейчас тортик съем в одно лицо, в одно лицо, и всё станет хорошо. Тут действительно вот эти механизмы насыщения, они очень тесно связаны с механизмами. Но всё равно оправдали, оправдали. Не курим, не пьём, друзья, следим за здоровьем. Спасибо вам огромное, безумно интересно. Я хочу напомнить, у нас сегодня в студии был кандидат медицинских наук, кардиолог, доцент Сеченского университета Антон Родионов. Следите, друзья мои, за здоровьем, только вы за него ответственны. Всё, скоро вернёмся. Всего доброго. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ».